заслоны соперника. Так случилось и в первом тайме матча с Монако. Защитники гостей явно уступали москвичам в скорости и к тому же не очень четко выполняли искусственное положение вне игры. На 20-й минуте Кишков убежал от защитников и нанес коварный удар поворотом Монако. Так был открыт счет. Торпеда продолжала владеть инициативой. Надо сказать, что и второй мяч торпедовцев по замыслу и исполнению был схож с первым. Только на этот раз в отрыв ушел Николай Савич. Вот что значит точный пас. Второй тайм уже проходил не по сценарию Валентина Иванова, а по сценарию Арсена Вангера, тренера французского клуба. Создавалось впечатление, что автозаводцы решили сохранить достигнутые преимущества. Но для этого надо сверхчетко сыграть в обороне. А это в итоге сделать не удалось. Быстрая размашность атака гостей застала врасплох защиту торпеда. И паси, оставшись перед воротами Сарычева в одиночестве, с пяти метров не промахнулся. Малоприятная ситуация для автозаводцев. Малоприятная ситуация для автозаводцев. Ну вот это же неплохо. Гришин обыгрывает соперника, входит штрафную площадку, почти входит. Паски с голу и гол. Прекрасная атака. Юрий Сишков забивает гол на 25-й минуте. Великолепная атакующая комбинация Контр-атака получилась прекрасной Юрий Тишков опередил Эту ригу в мгновение Это шестой гол Юрия Тишкова в финишнем турнире На Кубу Куева Шесть голов он забил Еще раз смотрим Тут наши размахи Торпедовскими флагами болельщики Красный флаг нашей страны Ну и атака прекрасная Хорошо сыграл Григорьев Он обыграл и сделал великолепную Выберенную передачу На этом великолепном стадионе Торпедов в зеленых рубашках И в черных трусах Их ворота справа Ой-ой-ой Красных футболков белокрасных Футболиста Монако Им удалось отыграться После длинной передачи Удар головой И мяч влетает в сетку в ворот Забил, если не ошибаюсь, ее Неудачно сыграли защитники И чем соперники Вот сейчас опять Папана На левом фланге Вошел в стартовую площадку Впереди два торпедовца Мяч попадает в Шеренбеков Отскакивает в центру поля И тут дальше уже Тишков может Пас налево Полосветия, где игры нет Выходит вперед Выходит вперед Гицелов Бьет пустые ворота И мяч попадает Пустые ворота 2-1, дорогие друзья Торпедовцы Еще одну контратаку провели Блестяще 2-1, боль до торпеда Это почти победа На экране телевизора тренеры Торпеда Они стали, обнимают друг друга Какой трудный матч Какой, какой увлекательный матч Какая концовка Объятие автозаводцев Гришин обыграл Запросите, Гришин Гицелов обыграл И двух защитников И вратаря, который покинул И направил мяч в пустые ворота На телевизионном мониторе Уже четвертый повтор Этой комбинации И великолепно сыграл Гицелов В этой ситуации Я уже говорил для телезрителей Что он приехал сегодня За 20 минут вместе с Тури И все-таки Их преимущество было заметным И приходишь к выводу Что победы На первых этапах Над двумя командами Из ФРГ И венгерским Феррингсваршем Были не случайны Этот твердый орешек Не могли Разгрызть И автозаводцы Прежде всего Не было остроты в атаке Где чувствовалось Отсутствие Тискова Кстати Лучшего снайпера Кубка УЕФА На его счету Шесть мячей Шестьдесятая минута Матча стала Несчастливой Для торпедовцев После прострела С фланга Мяч заметался В ногах Футболистов Миновал Сарачева И закатился За линию ворот В общем-то Гол обидный Нелепый Решивший Исход Встречи Как выглядят Датчане В обороне Сказать трудно Торпедовцы Серьезно Их так А через две минуты Уже никто Не смог Их спасти От голов Артега Подает угловой И Вездесущий Бакера Получает возможность Точно пробить головой Помогли Конечно Защитники Вратарь После подачи Углового Об этом парне А Бакера Говорят Что та команда В составе которой Он играет Всегда выиграла Вполне может быть Решили и сотни тысяч Любителей футбола Нашей страны Естественно Таким составом Молодым И еще не сыгранным Динамовцы могли лишь Удивить В марта Вышли молодые Незнакомцы И сыгрывались они Уже в ходе Этой встречи Те что поопытнее Раньше пришли в себя И вот Он гол Столь долгожданный На стылых Морозных трибунах Сергей Заяц Проявил Зрелое их Наднокровие И мастерство Субисаретто Был бессилен В чем-либо Помог своим партнерам По защите А оттого И раздосадован Опытнейший Вратарь сборной Испании Сильный И хладнокровный Субисаретто Даже выкрикнул Что-то Субисаретто А нет Субисаретто Субисаретт 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 Впрочем Субисаретт Испанцы Ведут мяч в игру Хорошо сыграл Сейчас Черчезов Ну я думаю Вы обратили Внимание На повязки На рукавах Футболистов Матрицкого Реала Мы сейчас Уточняем Чем тут делают Опасные моменты Что там Наши придумали Папушки Ну вот тебе Нас Из ничего Ну буквально Из ничего Сами себе Устроили гол Потрясающе просто Ну вот Вот это и отличает Между прочим Высокого класса Профессионалов От просто Профессионалов Ну вот из ничего В руках уже мяч был Посмотрите Предупредил наверняка Черчезов Что он забирает Мяч в руки Четвертый номер Нашей команды Попов Вдруг ни с того И всего Вмешивается В эту ситуацию Посмотрите Выбивает мяч Попадает им В седьмого номера Тот вел борьбу До конца Бутрогендио Посмотрите А дальше Уже так сказать Делать Пас направо Возможность для контратаки Неплохая Подтянуть бутылы Нашим надо Здесь Удар поворотом Мяч попадает в танк Удар Гол 1-1 1-1 Молодцы наши Молодцы 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 Поговорили Поэнергичнее Что Реал В горшке Обжигает Что ли Или его футболисты Смотрим еще раз Вот мяч попадает В штангу И Радченко Тут как тут Левый Спокойненько Посылает Мяч в сетку Ворот 1-1 Теперь все Воспрянули Воспряли Духом Спокойненько Шалимов Рачетом Какой-то не надо забивать Но красавец 2-1 2-1 Айда Радченко Как здорово Наши разыграли Поймали их На контратаке Растянули Оборону В центре Оказалось Свободное место Шалимов Радченко Как по нотам Разыграли Эту комбинацию Молодец Дмитрий Исполнил На загляденье Обратите внимание Подхватывает Мяч Илегантно Уводит его И Тащи Харо Отдавай На центр поля 2-1 Наши идут 2-1 Матч Спартак Реал На стадионе Сантьяго Пернабеу Повторный матч Розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов 2-1 Так идет Атака Я мог и ошибиться 3-1 3-1 Ругайте меня Изо всех сил За то Что я ошибся И выбил Мяч В поле В поле По диагонали вне игры нет. Следует мощный удар в ближний угол. Еще раз. Вот передача. И могучий удар Валерия Шмарова. И третий мяч. Это ворот Мадридского Реала.